ДОНЕЦКИ И начнем с Украины. ДОНЕЦКИ 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 и спокойствие. Ну а теперь это нужно делать все заново. По дороге в школу стоит разбитый украинский танк. Центр притяжения, не по-детски серьезных местных мальчишек. Семья этого 10-летнего мальчика Андрея вернулась в село всего пару дней назад. Ну а что думаешь вообще происходящее? Будут бомбить дальше. Думаешь будут бомбить дальше? Да. А что будешь делать? В подвале сидеть, если будут бомбить. Долго сидел в подвале? Да, я сам-то не сидел почти там 4 4 дня только просидел. В селе, правда, уже неделю, как не слышно взрывов. Но люди, пережившие артобстрелы до сих пор не могут привыкнуть к тишине. То, что дети, наконец, пойдут в школу здесь воспринимается как признак новой мирной жизни, которая, они надеются, уже не за горами. Олег Шишкин, Сергей Кузнецов, Дмитрий Зельвянский, Первый канал, Донецк. В Киеве сегодня завершается регистрация кандидатов в депутаты Рады следующего созыва. Уже завтра претенденты начнут агитацию перед выборами, назначенными на 26 октября. Ряд на избирателям придется столкнуться с невиданным информационным напором. По предварительным данным Центра сберкома на 450 мест в парламенте более 5000 желающих. Большинство украинских политологов сходится в том, что на этот раз в ЗАГС собрание не пройдут коммунисты. Их судьбу может разделить и националистическая свобода. Большинство мест пророчат новой президентской партии блоку Петра Порошенко, который поглотил удар Виталия Кличко. Предполагается, что 5-процентный барьер смогут преодолеть также Народный фронт от Сидицыника и Турчинова и Батьковщина Юлия Тимошенко. Часть голосов протестного электората возможно оттянет на себя интернет партии Украины. ЦИК зарегистрировал от нее 6 кандидатов, в их числе Дарт Вейдер, Чубака и магистр Йода. Политические баталии только разгораются, экономические не утихали. У нас в Банке Украины начался бессрочный пикет. Активисты требуют отставки главы регулятора и стабилизации валютного рынка страны. На минувшей неделе национальная денежная единица обновила свой же антирекорд 15 гривен за доллар, почти 20 за евро, что поставило многих граждан, взявших валютные кредиты, на грань выживания. Многие жители Украинского Юго-Востока, которые покинули свои дома из-за войны, ехать обратно боятся, кому-то и вовсе возвращаться некуда, их дома разрушены. Поэтому многие из вынужденных переселенцев решают остаться в России. О том, какие условия для них создают, люди рассказали представителям ООН. Они работают в эти дни в Ростовской области. Первые результаты инспекции в репортаже Юлии Чумаковой. Сегодня с утра представители ООН ждали в школе хутора Красный десант Неклиновского района Ростовской области. Здесь обучаются 500 человек, 79 из них дети украинских беженцев. В школьных коридорах и классах этих детей не отличить от местных ребятишек. Такие же шумные, шустрые и веселые, пока речь не заходит о доме и о том, что там происходит. Андрей Фурик в свои 9 лет становится слишком серьезным, вспоминая, как уезжал с родителями из родной Макеевки. Они не говорили, они просто сказали. Одевайся, уезжай. И мы поехали. У меня дома остался дядя. В этом классе 19 детей, приехавших в зоны боевых действий. Они видели то, чего не должны видеть дети, говорят местные учителя. Их главная задача теперь помочь ребятам, если не забыть, то хотя бы отвлечься. Война им, она может быть даже некоторым ребятам ночью снится, поэтому я о ней говорить не хочу. Мы больше с ребятами думаем, мечтаем о том, чтобы она прекратилась. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Байса Ваквои разговаривал с детьми долго, выяснял, все ли их устраивает, как учатся, скучают ли по дому. Дальше как? Вы будете здесь в школу продолжать? Или хотите обратно в вашу школу? Мы хотим обратно. Ваши друзья остались? Я нет, я тоже. Вот я тут хочу. Здесь хочешь, да? Затем делегация отправилась в детский лагерь Орленок, где сейчас живут более 300 беженцев. Это женщины и дети. Мне лично сейчас, на данный момент, возвращаться некуда. Дом разбомбленный. Нас стирают с лица земли. Если бы зависели от нас, мы давно помогли бы. Нам просто гуманитарная организация, мы оказываем помощь беженцам, а дальше уже полицейский вопрос не на нашем уровне. Главная цель приезда представителей Организации Объединенных Наций заключалась в том, чтобы убедиться, украинские беженцы проведут эту зиму не в палатках, а в теплых комнатах. Завтра, в первой половине дня, Боисова Квоя планирует встретиться с областными властями, а потом он улетает в Москву. Там, по итогам этой поездки, он подготовит доклад, который отправит в Женеву Верховному комиссару ООН по делам беженцев. Юлия Чумакова, Андрей Коник, Виктор Гребенюков, Первый канал, Ростовская область. Сотрудничество Москвы и Астаны как в политическом, так и экономическом ключе, совместные амбициозные проекты. Эти вопросы обсуждают сегодня в казахстанском АТРАО. Там открылся 11-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главной темой этой встречи, как ожидается, станет внедрение инноваций в углеводородной сфере. Сегодня главы двух государств дали старт проекту Евразия. Этмосфер глубокая скважина до 15 метров, которая позволит добывать ископаемые в районе Прикаспийской впадины. А незадолго до этого Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили развитие торговых связей наших стран. Мы идем к ратификации соглашения в Российском экономическом союзе. Этот союз начнет работать со следующего года. И в связи с общей такой конъюнктурой, обстановкой торговли между нашими странами немножко спадает. Надо правительством принять меры. Я думаю, что это временное явление. В этом году, в первом полугодии действительно есть определенная корректировка. Связана она, кстати говоря, как раз с некоторым сокращением торговли в нефтегазовой сфере. А если вычистить нефтегазовую составляющую, то у нас наблюдается и в этом году рост, и во втором квартале он даже выравнивается. Но, конечно, Вы правы в том, что нам нужно все равно внимательно следить за тем, что происходит в мировой экономике, в наших экономиках. вносить соответствующие коррективы. Буквально несколько минут назад эта важная диалоговая площадка официально открылась. И вот первое заявление российского лидера, которое он сделал на открытии форума. С российской стороны активнее всего работают Татарстан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области. Объем торговли каждого из них с Казахстаном превышает один миллиард долларов. Прямые партнерские отношения со всеми 14 казахстанскими областями установлены большинством российских субъектов. Создано более 11 тысяч совместных предприятий. Подписано порядка 300 межрегиональных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. Главный финансовый документ страны был внесен сегодня в парламент. В двух больших сумках детальное описание всех доходов и расходов. Уже известно, что бюджет сохраняет социальную направленность. В частности, предусмотрено повышение прожиточного минимума и пенсии. В 2015 среднегодовой размер страховой пенсии составит почти 12 тысяч рублей, а социальной более 8. На обязательное медицинское страхование потратят более полутора триллионов и около 600 миллиардов заложены на социальные выплаты, в том числе связанные с больничными листами и материнством. О том, как готовился бюджет и каковы его параметры говорил сегодня Дмитрий Медведев, открывая совещание, посвященное развитию микроэлектроники.